Огненный стихий Этическому королю Юга и Огня к Гаапу Вот, собственно У нас такой В облике джина Нет, ну это Это, конечно же, рисунок На книжке из книги Колено в Иплан Сим И здесь он изображает Гаапа Но короля огня в облике джина И это, понятно, какая-нибудь там отсылка К сказкам Тысячи одной ночи Когда там джин Несет некоего Храброго молодца Храброго молодца Ну, я не знаю Вы знаете, я бы вообще не слишком бы Как бы это сказать, переоценивал Вот эти вот рисунки Потому что их рисовал просто художник Он рисовал отчасти, конечно, по Текстам, но По-моему, он добавлял сюда и какое-то Своё личное там понимание Оно не всегда эзотерическое Эзотерическое Джинн – это же стихийный король Ну, джинн, если мы обратимся К исламу Если мы обратимся, точнее, к Корану То там как раз говорится Что джинна создана из огня Так что... Джинны как существа А вот король стихийный огня Это джинн, его некоторые так и призываются Совершенно верно, совершенно верно Именно так И поэтому, очевидно, как бы вот Был и изображён Вот такой гаап Вот в таком обличье Ну, а очевидно Тот, кто его оседлал Это как бы маг Который и должен его вызвать Должен его подчинить Свою волю Вот Ну, что сказать про гаапа Гаап упоминается в целом ряде гримуаров Он упоминается в таком мюнхенском руководстве по некромансии Упоминается в ключе Соломона Упоминается, естественно, всегда монархия демонов Вера Вот И что здесь Вот какие здесь есть такие типичные описания Не буду их, конечно, целиком зачитывать Ну, вот, например, у Вера гаап Великий из стража князь Он является в полуденном знаке А приняв человеческий облик Шествует перед четырьмя верховными королями Некоторые некроманты приносили ему жертвы И совершали все сожжения И предавались искусству его вызывания Вот Значит, что еще Что еще Вот, например, в Гаите Кроуле Мазерса Предводитель и князь, командующий С шестьюдесятими Шестью легионами Появляется в виде человеческого существа Ведущего четырех могущественных царей Интересно, при чем здесь цари? Возможно, здесь это делается Ну, да, да, да Ну, вот, возможно, что он как бы самый высший Самый главный из них всех Вот Делает людей невидимыми Или глупыми Но Также обучает философии И свободным наукам Вызывает любовь и ненависть Обучает Тому, как освещать предметы Находящиеся во власти Амаймона Крадет домашних духов И других магов Предсказывает судьбу Перемещает экзорциста В соответствии с его Волей и желанием То есть вот вообще Вот совершенно, как говорится Куча-куча всяких Функций Ну, все они действительно, на мой взгляд, связаны с стихией огонь Потому что, ну, понятно, там Любовь, ненависть Это эмоции Это, там, Тибора Ну, освещать предметы тоже, очевидно, связаны с огнем Ну, и, как бы, вот обучает философии И свободным наукам Это тоже, ну, понятно, можно сказать Как бы связано Вот огонь, как просвещение Вот Что еще здесь стоит о нем? Сказать Вот, если мы Если мы обратимся к Его написанию Написание его имени То, в общем, оно существует в двух вариантах Вот Первый вариант Это в гаете Доктора Руда Вот Через два Алиф и П А второе Написание Это, ну, как бы, наше гаете Кроули Мазерса Через АН и П Конечное Вот в первом варианте мы получаем Значение 85 Это у нас Цветок Я почему-то сразу подумал Алинький цветок Да, чаша Дальше еврейские выражения Приводил в движение Направлял Вот мне вообще кажется Что как-то вот гаап Он, ну, наверное Не только огонь Но и каким-то образом Еще и Дух Квинтэссенция Потому что, вот, как бы, видите Ну, вот освещение, например Да, говорится, что он Может освещать предметы Ну, здесь же именно не светом А, как бы, делать их освещение Я, прошу прощения Я подумал про Четырех Королей Да, да, да Сразу, что это, как бы, действительно Как дух Да, да Подчиняется себе стихии Ну, просто Я, что-то, не знаю Боялась сказать Нет Вот здесь Таблиц, который В конце Тут гаап Он правитель Князь и прилад То есть Да, да Ну, прилад как раз тоже Тоже подправожатый Но, почему-то Стихия воздуха Знак водоления На самом деле Существует, разумеется Много вариаций Существует много вариаций И Там иногда его соотносят Например, с западом Тоже, да Вот Ну, я просто, вот, как бы Решил Раз мы придерживаемся одной То будем дальше Придерживаться А вот еще Можно встрянуть Одну вещь нашел На 111-й странице Где предписание Там есть сноска Про четырех королей Обычно И внизу написано Обычные имена Этих четырех Великих королей Ориенс Урии Или Уриенс Паймон Или Паймония Аритон Или Игин И Амаймон Ну, да Равины Равины Ну, то есть Вот кто из них гаап Я не знаю Равины часто Я бы сказал Нишливую поставь Гаапа, да Равины часто именуют их иначе Самоэль Азазель Азаэль И Махазаэль Здорово Молодцы, Равины Вот Нет, хорошо Но я думаю, что здесь Нам именно стоит обращаться Как бы вот к его Наверное, уже высшей Ипостаси Как бы и огненной И высшей Ипостаси В связи с этим И потом будут вот некоторые Такие размышления И вопросы Чтобы мы об них обсудили Вот Ну, давайте тогда Как бы продолжу Значит Приводит Держание Направляет Обрезание Обрезание Это опять же Как вы понимаете Аналог освящения Да То есть Союз с Богом Дальше Род И еврейская буква П Да Ну, с моей точки зрения Здорово Подходит Для как раз Такой вот А здесь он в таблице 15-й путь А не 17-й Ну, что я могу сказать Как говорится В другом варианте Да Вот этот вот путь Между Беной и Тифарет То есть Аркан влюбленный Буква Зайн И близнецы Это значение Это я уже перехожу К значению числа 153 Дальше Ну, количество рыб Пойманных учениками Это Не знаю Насколько важно Но это тоже На самом деле Если рассматривать Иисус уже То есть Когда он уже будет распят А, ну, это просто воскресенье То есть, да Ученики Они ловили Не рыб А души Ну, наверное Вот И еще мне вот Показалось Тоже неплохо Ну, это правда 152 Но можно и так посчитать Что это Калиопа Греческая музыка Красноречия Эпической поэзии Тоже вот Как бы это связано Ну, расрод Да Логично Еврейское слово Порождающий Тоже Да, там Порождение Может быть Порождение Через рот Вот Это такие Имена Это такие Программа Числовые значения Для 85 И 153 На Вот последнее Последнее число На 873 Значений никаких Не существует Вариант Слишком Можете Пересложить Ну, ты знаешь Мне показалось Что у нас Так немало Значений 18, да Получается Да Получается 18 Получается 9 Ну, можно Надо сказать Что это Как бы Начальная точка Нашего Как мы там Начали Да Первый шаг Вейсот Вот Дальше Ну, или Если хотите Если считать Например Снизу вверх То это у нас Получается Хокма Да Хокма Это огонь Высшее проявление огня Это как раз Я бы сказал Тот самый Осветительный огонь Вот Так Теперь Теперь давайте Вот смотреть Да Ну, как бы До этого Как бы До божественного имени Хотел еще Два слова сказать Про его ангела Ангел его Иехобиах Вот все-таки Так более правильно И что самое интересное Что самое интересное Это то, что Это слово Очень близко К слову Иехобих Которое является В еврейской традиции Разрешенным Прочтением Имени Иегова То есть Там вот Если мы обратимся К книге царств К третьей книге царств То там как раз Вместо Иеговы Будет Писаться Иехобих Вот А мы помним Что Иегова у нас Относится опять же К хокме Да То есть К огню И вот здесь Вот как раз Вот собственно Вопрос у меня Заключается в том Будем ли мы Использовать Божественное имя Огня Эллахим Гебор Либо мы Гебора Естественно Или Мы будем Использовать Как бы Высшее Вот это Божественное имя Нотхевавхе Тетраграмматон Иехоба Вот Либо мы можем Использовать Два имени Вот Собственно Вот над этим Я призываю Поразмыслить Вот Ну металлы Золото Железо Не знаю Как нафиг Золото Железо Найдем Самый Ладо Благолуния Вот Я правильно понимаю Что мы здесь Просто взяли Его имя И из него Выдали Семнадцатый Путь И Отсюда Исследовали Ну Насколько я понимаю Да Именно так Именно так Просто Раньше Мы брали Из таблицы Гаретии Ссылку На строку 777 И ее Рассматривали А там Пятнадцатый Да Ну вот Я говорю Я Это Тем не менее Такое соответствие Тоже Приводится Вот Вот Нет Пожалуйста Субтитры